Приветствую вас, друзья! Меня зовут Андрей Аспад. Сегодня 30 марта 2024 года, суббота. Мы коснемся, как всегда, некоторых событий этой недели, произошедших в христианском и не очень мире, а затем посмотрим вперед, в сторону горизонта. Начну с того, что у меня случился маленький юбилей. Аккурат в эти дни, в конце марта 2009 года, я написал свой первый пост в живом, как он называется, журнале. За 15 прошедших лет написано весьма многое. Пережиты благословенные знакомства с различными людьми и, в противоположность им, знатные холивары, приобретен какой-никакой опыт, выработано отношение к тем мелким хулиганствам, которые особенно горячие головы творят здесь, в комментариях под каждым выпуском горизонта. Редко, но некоторые из них я читаю и улыбаюсь. Знаете, что парадоксально и в то же время вполне понятно, что самые, в кавычках, миролюбивые христиане громче всех скрипят зубами. Разумеется, не от добра. Зубами обычно скрипят от злости. Так вот, именно они, которые за мир во всем мире и за войну одновременно пишут самые дьявольские проклятия. Мы накануне вербное воскресенье праздновали. Так вот, текст читали о том, что первосвященники и книжники, увидев чудеса, которые сотворил Христос, вознегодовали. Очень правильное слово. Вознегодовали. Другими словами пришли в отчаяние от злости. Вот и наших вне политиков настолько разрывает от этого самого негодования, что они готовы прямо из Ютуба отправить тебя напрямую в ад. Лишь бы ты не мешал им пребывать в иллюзорном мире, который они себе нарисовали. При этом, конечно, не устают повторять о том, что они вне политики и не занимают ни одну из сторон. Чего же в таком случае так негодуете? Вообще интересно, когда человек говорит, что он не занимает ни чью сторону в конфликте, то всем тут же понятно, чью сторону в конфликте он занимает. Нет, эти люди не пишут постов в соцсетях, не записывают ролики для Ютуба, и оттого у них создается иллюзия, что они на самом деле вне политики. А то, что каждое утро они начинают с просмотра всяких сомнительных, но исключительно политических роликов, в этом они, конечно, никому не признаются. Ведь этого никто не видит. Так же, как не видно в открытом пространстве все, что они пачками пересылают друг дружке по ватсапу или вайберу. В этих роликах и высказываниях неизменно присутствуют политики и артисты, безбожники и закоренелые атеисты и ничего. Все они для вне политиков христиане. Причем зачастую настоящие и хорошие. Смотришь на все это и думаешь, что наш народ готов самого дьявола назвать хорошим христианином. Главное, чтобы он транслировал то, что эти люди хотят услышать. А вот брата, который вместе с тобой поет в церкви, кто говорит на твоей молитве «Аминь», ты готов съесть живьем только за то, что он посмел в открытом пространстве озвучить мысли, которые тебе не нравятся. Поэтому ты спешишь прилепить всему этому ярлык «политика». И все. Вроде как то, что озвучено, автоматически теряет силу. Дорогие, если вы не знаете, что такое политика, то лучше не употребляйте этот термин вообще. Это все равно, что стоять на остановке и сетовать на автобус, который ты ожидаешь. А когда он придет, говоришь «Фу, какая ненужная вещь этот автобус!» А потом садишься в него и всю дорогу делаешь вид, что ты в нем не едешь. И вообще ничего общего с этим автобусом не имеешь. Вот и вся эта «вне политика» выглядит точно так же. Когда вы в ваших застольных беседах, на чем свет стоит, ругаете Байдена или Меркель, обсуждаете Шольца или Зеленского, это не политика, нет? Темы, о которых вы говорите в саунах и банях, когда свечечки рассылаете, сокрушаясь по поводу теракта, это тоже не политика. Спрашивается, зачем же до такой степени не уважать себя и размениваться на столь мелкое лицемерие? По всем вышеозвученным причинам я и позволю себе на этот раз привести свой собственный афоризм. И звучит он так. Сегодня любить врагов учит тот, кто ненавидит брата. О мире громче всех кричит тот, кто поддерживает войну, а тот, кто заявляет о том, что он вне политики, задачен исключительно политическими вопросами. Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности. Первая новость сегодня. Кстати, не знаю, куда ее присовокупить. С одной стороны, это чистая политика, с другой, ее точно с жаром будут обсуждать все вне политики. Даже не сомневаюсь в этом. Заключается она в том, что власти Германии легализовали употребление, хранение и выращивание коноплей. Закон, об этом одобренный властями страны, вступает в силу буквально послезавтра. Первого апреля. Да, прямо на второй день Пасхи. Однако в Берлине это никого не смущает. Закон о легализации марихуаны ранее уже был одобрен Бундестагом, а теперь прошел и через верхнюю палату немецкого парламента Бундесрад, в которую входят представители 16 федеральных земель. Некоторые депутаты, конечно, были против, пытались заблокировать легализацию наркотика, однако соответствующая резолюция так и не набрала достаточного числа голосов, и это означает, что закон все-таки вступит в силу. Что это означает? Означает это то, что взрослым гражданам страны в возрасте от 18 лет будет разрешено иметь при себе до 25 граммов марихуаны для собственного употребления. Курить каннабис в общественных местах разрешено в том случае, если рядом нет детей или спортивных учреждений, а также в пешеходных зонах, начиная с 8 часов вечера и до 7 часов утра. Взрослые смогут хранить у себя дома до 50 граммов марихуаны и выращивать до 3 растений каннабиса. Для несовершеннолетних марихуана останется вне закона. Известно, что до сих пор в Германии ее употребляли около 4 миллионов человек, 25% из которых в возрасте от 18 до 24 лет. Понятно, что новость это чистая политика. Понятно также, почему она взволнует христиан. Потому что многие церкви подвязаются на поприще освобождения, в первую очередь молодых людей от наркотической зависимости. Организовывают реабилитационные центры и с помощью слова Божьей молитвы пытаются вытащить этих людей из рва погибели. И тут вот государство подсовывает им такую помощь, в кавычках, разумеется. Следующая новость тоже касается христиан, но она тоже политическая. Она о случившемся казусе, недоразумении. О том, что после случившегося теракта в московском Крокус-Сити, некоторые православные клирики не сразу сориентировались. Так, рассказывает, что одна пострадавшая девушка пришла за утешением в православную церковь. Освященник ей и говорит, ну что, повеселилась? Это Бог вас наказал. Ну и любимый некоторыми баптистами беглый протеерей Ткачев тоже отличился. В своем посте, который потом благоразумно удалил, он написал, «Танцульки, распродажи, хохотульки, жрем все подряд и песни глупые слушаем. А пост-то начался. И когда уже дурак поймет, что он внутри Библии живет?» Вот прямо стихами мысль изложил. В поле зрения общественности эти факты попали потому, что возмутились юристы. По их мнению, в высказываниях представителей РПЦ могут содержаться экстремистские призывы и, внимание, «оправдание терроризма волей Божьей». И подумалось мне, что где-то я это уже слышал. Ну как же? Ведь мы на протяжении двух лет только и слышим от наших единоверцев сие оправдание терроризма. Все это время они не уставали повторять, «Раз Бог допустил войну, значит, такова его воля. Он просто вас наказывает, поэтому покайтесь и смиритесь». Так вот теперь, если кто так говорил, должен знать, что подобные заявления – это не что иное, как оправдание терроризма. Ну и экстремизм, конечно, тоже. Оправдание терроризма волей Бога. Хм, довольно точное определение, согласитесь? Так что смотрите осторожно теперь с подобными высказываниями. Не попадите под статью. И раз уж мы заговорили об РПЦ, то упомянем и следующее событие. Буквально позавчера в Москве в Храме Христа Спасителя закончился внеочередной соборный съезд Всемирного Русского Народного Собора. Председатель, стоящий на нем патриарх Кирилл, предложил собравшимся так называемые наказы, сопровождающиеся пометкой «Настоящее и будущее русского мира». Нет, даже не русской церкви, а русского мира. Первый пункт в этих так называемых наказах звучит так. Специальная военная операция. Ну, а что вы ждали еще? Так вот она, вот эта операция, по мнению патриарха, является, цитата, новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях юго-западной Руси аж с 2014 года. Уже одни только эти слова господина Гундяева говорят о том, что он полностью принял на вооружение ту идеологию, которую исповедует светская власть в стране-агрессоре. И в этих своих наказах он лишь пытается подогнать под преступные постулаты какое-нибудь духовное обоснование. Разве удивительно после этого, что юго-восток Украины у него вдруг превратился в юго-запад Руси? В ходе СВО, продолжает Кирилл, русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого российского государства. Мне кажется, тут главный православный всея Руси снова что-то напутал, ибо как раз вдохновленная современными Геббельсами армия лишает жителей соседней страны права жить на собственной земле. Благословляемые патриархом убийцы отбирают жизнь у сотен тысяч людей, а оставшихся в живых лишают тепла и света, пищи и воды. И это так по-христиански, правда? Или я оговорился? Нет, конечно, это не по-христиански, и что-то мне подсказывает, что даже не по-православному. Это как-то по-гундяевски очень. Ведь, по сути, глава РПЦ делает церковь инструментом в руках кремлевского маньяка, кошмарящего всю Европу. Но мы читаем дальше. Патриарх говорит, с духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняет миссию удерживающего, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада. Читаю я все это и думаю, что если кто и впал в сатанизм, так это в первую очередь сам Кирилл. Разве нет? Послушайте еще раз внимательно. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной. Такие определения, как духовность, нравственность и тем более святость, в этом предложении явно лишние. Напасть на суверенную страну, убивать там мирное население, детей, женщин, стариков, насиловать и грабить людей, при этом на голубом глазу заявлять, что это они свою жизнь таким образом отстаивают, могут лишь поистине осатаневшие люди. Ну а притязание названия удерживающего, так это и вообще граничит с богохульством. Но Гундяев на этом не останавливается. В следующем абзаце он совершенно определенно признается в агрессивно-захватнической природе развязанной войны. После завершения СВО, обещает он, вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена. Мне кажется, комментировать здесь нечего. Можно, конечно, попробовать напомнить человеку, что он только что говорил о том, что защищает якобы свою жизнь. Но вот через одно предложение откровенно декларируют истинные планы захватить и поработить. Ну, если человек настолько бессовестно лжет, ну, что тут поделаешь? Разве что остается поблагодарить бандита в рясе за то, что он сам себе вынес приговор. По меньшей мере, теперь это зафиксировано документально. Россия, продолжает Кирилл, является создателем, опорой и защитником русского мира. И дальше продолжает, что границы русского мира, как духовного и культурно-цивилизованного феномена существенно шире государственных границ как нынешней Российской Федерации, так и большой исторической России. Наряду с рассеянными по всему миру представителями русской ойкумены, русский мир включает в себя всех, для кого русская традиция, святыни русской цивилизации и великая русская культура является высшей ценностью и смыслом жизни. Обратите внимание, ни одного слова о Боге, о призвании церкви, уж не говорю об Иисусе Христе, который вообще-то и является путем, истиной и жизнью. Но это для настоящей церкви спаситель является смыслом жизни, а для патриарха Гундяева смысл жизни в русской культуре, которую он отстаивает, как он сам же говорит, с оружием в руках. И это, смею напомнить, не политики заявляют, это церковь так нынче проповедуют. Мне кажется, большего разочарования в христианстве, большей дискриминации, унижения и бесславия для церкви трудно себе даже представить. Кстати, в этой стране, говорят, есть статья за оскорбление чувств верующих. После озвученных на съезде слов Кирилл без всякого сомнения первый подпадает под эту статью. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Удивительно лишь, что Бог, Творец всей вселенной, является образцом в вопросах справедливости. Он остается справедливым даже тогда, когда совершенно незаслуженно, а потому и несправедливо, прощает нам наши грехи и дарует свое прощение. Рассуждая об избавлении, мы прежде всего, конечно же, говорим о любви Спасителя, о милости Божьей. И все же, насколько искупление основано на этих двух явлениях, ровно настолько же оно связано и со справедливостью. Наше оправдание совершено Господом в полном соответствии с правосудием. Приговор был вынесен и исполнен, цена уплачена сполна. В Иисусе мы искуплены от греха по справедливости. Другими словами, наше искупление совершенно правомочно. И это не какой-то результат Божьего произвола. Даже когда мы говорим о помиловании, мы должны иметь в виду, что Его милосердие не попирает справедливость, не отменяет ее, не игнорирует. Бог не переменчив. Он не тот, который с одними более милостив, с другими менее, в зависимости от настроения или который не замечает несправедливости. Искупление – это не победа милости над справедливостью. Мы искуплены не только любовью и помилованием, но справедливостью и правосудием. И этот факт должен давать нам уверенность в нем. Наше искупление зиждется на оправдании, ставшим следствием свершившегося правосудия, правды. В священных писаниях мы читаем, что Бог предложил Иисуса Христа в жертву умилостивления крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Поэтому во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. На этой неделе прошла встреча Совета Теологической Евангельской Ассоциации Евразии в Ташкенте. Обсуждались академические стандарты, предстоящие аккредитационные визиты учебные заведения, вопросы по библейской кафедре, по созданию богословского журнала, а также по развитию неформального образования. На этом все. У нас завтра Пасха. Поэтому хочется закончить выпуск словами «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» «Он жив и будет судить Вселенную!» Для одних это благостное ожидание встречи с тем, кого они любили и кому служат, для других – ожидание незавидной участи. До встречи в следующую субботу! Берегите себя! И храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok